Казалось бы, Олимпиада в этом году не проходила, но сегодня здесь мы приветствуем самых настоящих олимпийских чемпионов. Правда, мерились они не силой, а умом. Все они уже лучшие из лучших. Ребята из Ленинградской области, которые стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников, пришли в этот день в Санкт-Петербургский государственный университет со своими заслуженными наградами. Ну а кто-то, чтобы познакомиться с будущим местом учебы. Аглая Фролова, например, на региональном этапе стала призером по обществознанию и победителем по литературе. Ей даже удалось пройти на заключительный этап. Я очень волновалась перед тем, как ехать туда, потому что знала, что займу что-нибудь или нет, в любом случае, эмоции будут незабываемыми. Меня все предупреждали, что это праздник для любого, кто попадает туда, и их слова подтвердились. Я планирую поступать в Большой Санкт-Петербургский университет. Направление или журналистика, или филология, но, повторяю, еще точно не знаю. В этом году в региональном этапе Олимпиады соревновались 1579 школьников. В результате только 56 из них стали победителями, а 330 призерами. Награды победителям вручал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Для нас очень важно, чтобы наши дети почувствовали, что они не просто победители региональной Олимпиады, а что мы их ценим именно как победителей в тех номинациях, где они участвовали, а как не в нашем Большом университете их чествовать. Действительно, лучший сегодня университет – это сегодня университет, которым гордятся все россияне, не только жители Ленинградской области, или Санкт-Петербурга. Для детей это будет знаково, когда получаешь из рук губернатора награду, да еще в ценах Петербургского государственного университета – это радость двойнее. Но на этом бонусная программа не заканчивается. Призеры регионального этапа получают три дополнительных балла при поступлении. Участники школьных Олимпиад могут претендовать на повышенную стипендию и более комфортные комнаты в общежитии. Но таких талантливых школьников, как Аглая Фролова, университет принимает без экзаменов. Это касается всех призеров и победителей заключительного этапа Олимпиады. В перерыве между регистрацией и торжественным награждением герои праздника посетили все музеи Санкт-Петербургского государственного университета. В частности, квартиру музея почетного профессора Дмитрия Ивановича Менделеева, в которой он прожил 24 года, когда преподавал в Императорском Санкт-Петербургском университете. Участие в Олимпиадах во многом определяет дальнейшую судьбу школьников и помогает в реализации их целей. Повышенный уровень образования – это, во-первых, шанс для дальнейшего, для будущего твоего, шанс для того, чтобы поступить в то образовательное высшее учебное заведение, которое ты выбрал в жизни. Уровень Олимпиад, особенно регионального уровня, намного выше, чем уровень средних школьных заданий, поэтому это действительно способ показать себя, способ показать уровень своих знаний и уровень своих способностей, способности мыслей, способностей находить выходы из каких-то сложных ситуаций и решать какие-то интересные и нестандартные задачи. Большинство школьников собираются поступать в Санкт-Петербургский государственный университет – старейшее и ведущее высшее учебное заведение России. Пока рано делать окончательные выводы, но как приоритетное будущее я избрал экспериментальную математическую и компьютерную лингвистику в СПБГУ. Перед началом церемонии ректор СПБГУ Николай Кропачев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили идею создания совместной автономной некоммерческой организации. Правительство области и, собственно, Санкт-Петербургский университет намерены выступить в ней в качестве учредителей. Благодаря этому шагу в ближайшем будущем появится возможность открыть бесплатную школу для одаренных детей региона, где они смогут получать образование очень высокого уровня.